Привет, дорогие друзья, снова с вами Зомберус. Я болел, просрал 4 дня, в прямом смысле этого слова. Наконец-то я выздоровел, могу спокойно делать ролики. Скоро показ мультиплеера Call of Duty Cold War. И надо выставить список своих хотелок, что я жду от мультиплеера Call of Duty Black Ops Cold War. Как всем известно, никто не сливал видео с мультиплеером Cold War. Activision, не баньте этот ролик, я просто высказываю свое мнение. И уже некоторые вещи из моего списка хотелок либо выполнены, либо нет. Но при этом у меня еще осталось где-то 11 пунктов, которые я бы хотел увидеть в этой игре. А вы в комментариях, пожалуйста, напишите, что вы хотите увидеть в мультиплеере Call of Duty Black Ops Cold War. Какие-то мелкие фишечки, какие-то глобальные изменения. Просто напишите все в комментариях. Ну а также поставьте лайк под этим видео и сделайте репост этого видео. Потому что говорят, что это YouTube херня помогает. А для вас это просто один клик. Ладно, вернемся к тому, что у нас возвращается SBMM. Этого я не хотел. Понятно, что кроссплей, SBMM это взаимосвязанные системы. Но все же с SBMM как-то играть не шибко весело. Хотя к этому можно привыкнуть. И лично по моему опыту могу сказать, что мне кажется, что SBMM сейчас стал как-то полегче. По лайтовее работать, чем это было на релизе Modern Warfare 19-го года. Но в любом случае, это та вещь, которую я не хотел бы видеть в Cold War. Но она появится. Возвращается система Gunsmith. И это просто лучшая новость. Потому что система Gunsmith просто пушка. Вы можете на свои стволы накинуть 5 модулей. А через Wild Card походу там еще можно будет накинуть модулей. Также у нас вернется нормальный радар. То есть он отмечает теперь стрельбу на мини-мапе. Самая радостная новость. Потому что в связи с этим, скорее всего, уменьшится количество кемперов. Которые присутствуют, допустим, в том же Modern Warfare 19-го года. И, к сожалению, на манеру Black Ops 4 у нас будет 150 хп. Поначалу я боялся. О боже, опять эти 150 хп. Невозможно играть. Но если судить по некоторым не слейтом видео Activision, не надо банить мой ролик. ТТК там очень похож на Modern Warfare 19-го года. Плюс-минус близок к МВХ. То есть, по факту, Трей Арчи просто пытаются разгрузить надкод, с которым были проблемы в Modern Warfare 19-го года. Да, это с помощью костылей через увеличение урона и увеличение хпуль, чтобы немножко растянуть время убийства. Но, в любом случае, если это поможет надкоду, то я буду только рад. Ну, а мы сейчас будем переходить уже к основному списку хотелок Замберуса. Что же он хочет увидеть в мультиплеере Call of Duty Black Ops Cold War? А, я устал. Тогда тебе нужен энергетический напиток для геймеров Imba Energy. ИМБа? ИМБа? ИМБа улучшает внимание, увеличивает скорость реакции, дает кучу сил и море энергии. У ИМБы появилось 11 новых вкусов. Лично я тебе рекомендую. Яблоко киви, мохито, арбуз дыни. И не стоит забывать про старую добрую клюкву. Также, имба не содержит сахар и, может быть, ты наконец-то похудеешь к выходу холодной войны. Не, братан, но у меня просто кость широкая. 10, 32. Числа, что они значат? По промокоду Зомби ты получишь 10% скидку. А если захочешь сэкономить еще больше, то рекомендую заказать комбо-наборы со скидкой до 32%. В комбо-наборы входит несколько вкусов, шейкер и даже коврик для мышки. А бонусом ты получишь набор антисептиков и стикер-пак. Поэтому бегом в описании под видео, заказываем бум и получи свой заряд энергии. И первый пункт моего списка довольно простой. Голосование за карту. Я не понимаю, кто в Infinity Ward придумал такую гениальную вещь, как отмену голосования за карту. Не знаю, я вот как человек, который пытается прокачать АН-94 в Obsidian, задолбался попадать на шутхаус. Мне нужен шипмент, пожалуйста. Вот было бы голосование, я бы выбирал только шипмент и туда бы улетал. Но нет, мне приходится по 20 каток подряд играть на шутхаусе. Это не очень весело, потому что Абакан хочется побыстрее вкачать в Obsidian. Ставь лайк, если ты так же мучаешься. И многие могут сказать, ну чувак, у нас же теперь кроссплей, у нас теперь SBMM. Может из-за этого они не могут добавить голосовалку. Я бы согласился бы, если бы не вышел когда-то Cloud Duty Advanced Warfare, где впервые для Cloud Duty появилась система SBMM. И там голосование за карту было. Все, как бы, оправдания нет. Отсутствие голосования за карту. Поэтому, Торо Ярдж, только посмейте не добавить эту важную функцию. Второй пункт моего списка, Party Games. Чтобы они были сразу на релизе. А не в рамках там сезонных ивентов, на манер Black Ops 3 и Black Ops 4. Для тех, кто не знает, в первом Black Ops появилась такая тема, как Party Games. В этот плейлист входят 4 режима. Один патрон, палки камни, гангейм и шарпшутер. 4 прикольных, уникальных режима, которые веселые. Банально мы с пацанами все время создавали свои лобби и просто рубились в этих забавных режимах. Палки и камни вообще лучше, что человечество придумало в рамках арендных шутеров. Поэтому хочется, чтобы подобные режимы вновь появились. А вот, допустим, шарпшутер с гансмитом. Это же прям идеальная комбинация. Для тех, кто не знает, смысл режима шарпшутер заключается в том, что вы играете Free Fall. То есть, каждый сам за себя. И каждые 45 секунд у вас на рандом меняется оружие. С рандомными модулями и так далее. Это было прикольно в первом Black Ops, когда у нас максимум типа 2 модуля на ствол. А вы прикиньте, как это будет выглядеть, когда у нас, извините, 5-6 модулей на ствол. Супер уникальная херня бы получилась. Третий пункт, считайте он не отрывной от второго пункта. Возвращение баллистических ножей и арбалета. Чтобы два этих каноничных, главных ствола первого и второго Black Ops не были сезонными стволами. Извините, чтобы открыть баллистический нож или арбалет в Black Ops 3, вам надо было до бесконечности крутить ящики. Допустим, на PS4 у меня нет ни баллистического ножа, ни арбалета. На ПК у меня есть арбалет, но баллистического ножа нет. В Black Ops 4 все еще круче. В данный момент вы можете открыть арбалет. Для этого надо закинуть всего лишь 1400 рублей. Либо нафармить 50 кейсов. Круто. Ну а баллистический нож, он был в рамках какого-то ивента. Если вы его не открыли, то у вас опять же вариант заплатить 1400 рублей или же нафармить 50 кейсиков. Как-то это не очень круто. Поэтому я хотел бы увидеть два этих легендарных ствола Black Ops сразу на релизе. Потому что без них Black Ops это не Black Ops. Четвертый пункт. Система престижей. Я вообще не понимаю, какой гениальный ум решил вытащить краугольный камень всей прокачки Call of Duty под названием Система престижей из Modern Warfare 19-го года. Потому что, ну да, нам добавили эти сезонные ранги, которые... Ну это не престиж. Это не мастер престиж, это не тысячный левел, ничего. Если не будет Система престижей, я не знаю. Что делать? Потому что система престижей, идея мастер престижей, она тебя заставляла играть, качаться, скидывать левел. Играть, качаться, скидывать левел. И вот так вот 10 раз, пока ты не уйдешь в тысячный уровень. Это было весело, это был какой-то смысл игры, потому что, ну, вся прокачка Call of Duty строится за счет челленджей, которые тебе помогают прокачивать левел. В конце концов, ты можешь, типа, открыть тысячный уровень мастер престижа. И как бы никто им не запрещает отдельно отображать сезонный ранг. То есть, одновременно иметь ранг сезона и мастер престиж. В том же Modern Warfare 3. На вашей визитке отображался ваш уровень. И уровень прошлых четырех Call of Duty. Так же сделать сезонным рангом что, нельзя, что ли? Infinity Ward. Не надо так. И Трайарч, не повторяйте за ними. Добавьте нам систему престижей. Пятый пункт. Уникальные модули. За что люблю Трайарчевские игры? За наличие двух прикольных модулей. Это спарка магазинов, которая делает каждую первую перезарядку быстрой. И второй модуль это огнемет. Давайте про спарку. У нас в системе Gunsmith'а есть перк ловкости рук. Я считаю, что вполне возможно впихнуть в баланс перков и модулей оружия спарку магазинов. Потому что, по факту, Трайарчи это задумывали как некую замену ловкости рук. Но только такая. С приколом, что каждая вторая перезарядка у вас будет стандартной скоростью. Каждая первая перезарядка быстрая. Это интересно. Это удобно. И в некоторых ситуациях реально помогает. Местами это даже лучше, чем увеличенные магазины. На мой взгляд. По крайней мере в Black Ops 2 или в Black Ops 1. Огнемет. Огнемет был странный модуль. Он, по факту, бесполезен. У него два баллона. Их хватает на трех противников. Максимум. Но в любом случае это было весело с ними бегать. Бегаешь себе, поливаешь огнем людей в ближнем бою. Хотелось бы. Хотелось бы возвращение огнемета. Да, он бесполезен. Но это разнообразие. Я же не мета-дрочер, который... Монолитный длинный ствол. Все в стабильность. Да, я лучший игрок в Warzone. Шестой пункт. Адекватный баланс перков. У Трегерч с этим всегда были проблемы. Вспомните Black Ops 1. Лучшая комбинация какая? Призрак. Варлорд или стеди эйм. И третьим слотом у нас шел ниндзя или марафон. Но все брали ниндзя. И ствол с глушителем. И тебя видят только Black Bird. Kill Street на 9 убийств. Класс. Потом они придумали пиктен, чтобы вообще не париться с балансом перков. Так как с помощью пиктена вы можете впихнуть вообще все перки. И вы все видите, все слышите. Вас никто не видит, никто не слышит. Вы берете нож и начинаете просто уничтожать какой-нибудь нюктаун или хайджек. Мне хочется, чтобы в этой игре было побольше какого-то адекватного баланса перков. И допустим, чтобы у нас был выбор. Гоуст или ниндзя. Хладнокровие или ниндзя. Чтобы не было прям совсем канцерных сборок на класс. Но боюсь этого не будет, потому что триарч такие триарч. Седьмой пункт. Маленький, но простой. Возвращение интерактива на карты а-ля Лавалюш. Если кто не знает, в 2010 году в первом ДЛЦ К Блэк-Опсу было несколько карт, на которых были какие-то мелкие фишечки интерактивные на картах. Например, была гигантская карта Дискавери. Арктическая карта с разломом ледника посередине. Там прокинуты три основных моста. Классический трилайн. И внизу были такие фланговые обходы по мостикам из льдин. И эти льдины можно было обрушать, чтобы люди не могли вам фланговым обходом зайти в спину. Конечно, там можно перепрыгнуть, если у вас марафон и легковес. Но если у вас какой-нибудь призрак и ниндзя, вы не могли перепрыгнуть. То же самое там относилось к арте Берлинская стена. То есть вот эта демилитаризованная зона, она же охраняется вышками. Если вы на нее вбегали, вас эти вышки тупо расстреливали. Но если у вас был легковес и марафонец, вы могли просто пробежать эту демилитаризованную зону и просто на лоу хп вылететь из нее. Опять же, зайдя во фланг противнику. В том же Блэкупсе 2 была, по-моему, карта Гидра, где затапливала какие-то части карт. Да, поэтому фанаты батлой Лавалюшин впервые появился в колде, а не в батле 4. Это не ров. Печально. Восьмой пункт моего списка. Возможность открывать вещи из магазина не только за донат, как это сделано в ВВ2 или в Блэкупсе 4. То есть это значит, что через систему контрактов мы получаем какую-нибудь внутриигровую валюту или какие-нибудь так называемые криптоключи, за счет которых мы сможем что-то открыть. Да, возможно, в Блэкупсе 4 на данный момент эта система выглядит очень токсично и как донатная помойка. Но в любом случае, мне хочется все же какой-то вариант для анлока того или иного скинчика не только за донат. Потому что вот у меня сейчас нет денег на Кашкамару, а я хочу Кашмара Девку... Как ее? На Кашмара... На Кадев Кашмара... Ну, вы поняли. Мне жалко 1400 рублей, я лучше Арбалет куплю в Блэкупсе 4 и не буду в него играть. Девятый пункт моего списка. Никаких каруселей с Курстриков. Вот что меня бесит в третьем Блэкупсе. В четвертом Блэкупсе. Это как раз таки карусель с Курстриков. Как обычно играют супер тру батьки-нагибаторы на каком-нибудь нюктауне. Заходят на второй этаж торком, ставят щит и начинают кимпереть в окно с каким-нибудь титаном. И выбивают себе снайперский вертолет. Этот снайперский вертолет им набивает кабана. Кабан набивает штурмовую группу. И тут начинается... Штурмовая группа штурмует, а Скорстрики крутятся. Все. И пошла. Человек просто ПКД начинает херачить штурмовыми группами, кабанами и так далее. Этот канцер надо остановить. Мне это бесило в третьем Блэкупсе, там Рафсы вот эти, еще какие-то невидимые вертолеты. Какая-то фигня. Боже, пожалуйста, Трайяр, что не надо? Уберите. Оставьте, как в МВ-19 году, что мы один раз только можем прокрутить полностью свой выбор киллстриков. Десятое. Пожалуйста. Скорстрики без всякого говна в стиле. Вертолет со снайперами, штурмовая группа, кабан, рафсы, там, я не знаю, рой дронов, еще какая-нибудь такая хероборья, на которую просто раздражало. Особенно штурмовая группа, которая... Два чувака, которых убить не может целая команда. Это самый крутой киллстрик. Или вертолет со снайперами, который тебя убивает тупо на спауне. Б-баланс. Ну, кстати, уже прошли слухи, что в рамках первого сезона нам добавят лук-воробья, как киллстрик, огнемет фаера-брейка и косу рипера. Ну и последний пункт. Побольше нормальных карт и без вариантов одной и той же карты, которая представляет комплитную гейм-экспириенс. Вот в этом плане мне нравится Modern Warfare 19-го года. У каждой стандартной карты, почти у каждой стандартной карты, есть ночной вариант. И Infinity Ward не говорили, что, о боже, мы вам представляем комплитный гейм-экспириенс. Хакни-ярд... ночь. А вот Терри Ярчи в Black Ops 4 такие, мы вам представляем суперкрутую новую бесплатную карту. Такого никогда не было. Это же Firing Range ночь. И ты такой, м-м-м, круто. Или мы представляем вам новую, уникальную, бесплатную карту. Арсенал с песчаной бурей. Ну ладно, ладно, пацаны, в третий раз мы не ошибемся. Представляем вам суперкрутую, интересную, невероятно новую бесплатную карту. Затопленные джунгли. Ну хотя бы грин бесплатно добавили, это была крутая карта из Black Ops 2. Хочется побольше нормальных карт. Пожалуйста, без гигантизма в стиле Аррея, какого-нибудь сараного казино. Еще какое говно у нас было. Black Ops 4 прям раздражает картами. Там большая часть карт просто говно. Вот Арсенал еще. Ладно, можно играть. Или какая-нибудь контрабанда там. Ой, ну, Сиасай там. Окей, норм еще. А вот все остальное прям. Из DLC так вообще ужас. В общем, Треярч, не подведите. Вы наша последняя надежда. И, сука, только попробуйте арбалет с баллистическими ножами добавить в сезонные стволы. Я вас лично просто вот уничтожу. Все. Ну, думаю, на этом все, дорогие друзья. Не забывайте писать свои хотелки от мультиплеера. Call of Duty Cold War. Ну и, конечно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Увидимся на поле боя. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok